Через полумесяца после назначения на должность директора Департамента здравоохранения Светлана Романчук уже готова рассказать о планах региона. Оптимизация областной медицины приостановлена. Первое, о чем заявила спикер на пресс-конференции. Прежде чем приводить в соответствие федеральным нормативам любой коечный фонд в любой ЦРБ, необходимо четко понимать, к чему это приведет. Без учета мнения населения и трудового коллектива ни одна здравница закрыта не будет, если на то нет объективных причин. Сохранять хирургические койки, например, в отдаленном районе, где нет хирурга как физического лица, согласитесь, бессмысленно. Но я еще раз говорю, надо понимать, кто тогда сможет хирургическую помощь оказывать. Более 5 миллиардов рублей запланировал областной бюджет потратить на здравоохранение в 2016 году. Чтобы всем помочь и заплатить за оплаты, сумма недостаточная. 707 рублей в месяц получают так называемые федеральные льготники. Столько им выделяет государственная казна на лекарства. В числе областных льготополучателей – диабетики, дети до трех лет и люди, страдающие орфанными заболеваниями. Когда даем одним, не хватает другим, поясняет Светлана Романчук. Не получается даже обеспечить всех страдающих с сахарным диабетом тест-полосками, шприц-ручками, инсулиновыми шприцами. Мы будем думать, считать, как справедливо эти деньги должны быть распределены. Возможно, деткам надо обязательно шприц-ручки, потому что им трудно делать инъекции. А взрослые будут обеспечиваться просто инсулиновыми шприцами. Конечно, все привыкли к хорошему, скажем так, удобней шприц-ручкой колоть. Но если есть средства, мы были бы счастливы обеспечить всех всем необходимым. Но если денег в бюджете нет... В такой непростой финансовой ситуации директор департамента здравоохранения призывает всех к толерантности. Если скорая долго не едет, значит, кому-то сейчас еще хуже. Проверки показывают, большинство жалоб на эту службу не оправданы. Если в поликлинике пациента не приняли в отведенное время, на то тоже могут быть серьезные основания. Плановое время приема 15-20 у некоторых специалистов минут на пациента. А бывают тяжелые больные, которым приходится заниматься час. Если вы считаете, что с вами поступают несправедливо, пожалуйста, вы можете обратиться к заведующим отделениям в поликлинике, либо к заведующей поликлинике. В каждой поликлинике информация о руководителях есть при входе в регистратуре. Противником революции называет себя главный медик региона. Все главврачи, все сотрудники департамента останутся на своих местах. Единственное, с чем по-настоящему не готова мириться Светлана Романчук, это мздоимство, хамство в отношении пациентов и пьянство на рабочем месте.